Привет, друзья! Микрофон поставлю близко, чтобы меня было очень слышно, потому что я буду говорить тихо, специально, чтобы вы узнали, как можно распеться, распеть голос, сделать таким его выступательным, чтобы был магическим, чтобы все к вам привлекались, когда вы только говорите. Голос, как вы понимаете, имеет огромное значение для общения, для выступлений, для уверенности в себе и чувства самодостаточности. Видите, как я тихо говорю, а вы слушайте внимательно. Прикуйте своё внимание сейчас к тому, что я говорю. Это очень важно. Допустим, я петь не умею, рисовать умею, я художник. Петь не умею, но стихи читать умею, то есть я имею в виду свои стихи. Да, я умею ещё кое-что, но петь не умею, потому что, когда я пою, мне, во-первых, дыхания не хватает, голоса не хватает, я никогда не учился и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И вдруг я насмотрелся о природном голосе. Да-да-да, есть такое в интернете, поищите, как, оказывается, можно открывать свой естественный природный голос. Ну, как там, секреты Шляпина рассказывают там, ну, много чего там рассказывают. Владимир там один такой великий человек, который рассказывал уже много лет, как можно поставить себе природный голос. Потом фамилию я напишу под роликом этим. Но я заметил, что там целая школа, его последователи и так далее. Ну, вопрос-то в том заключается, что надо же рассказывать доступно, чтобы человек сразу понимал. А искусство педагога как раз таки в этом и заключается, чтобы дать материал так самому понятым, чтобы другому найти слова. Потому что слова, которые ты подобрал, понятные для большинства людей, оно и становится школой. Он прекрасно рассказал, тут вопросов нету, но я могу рассказать лучше. Почему? Потому что я изучаю, как устроен наш мозг, я изучаю, я пытался, пытался, пытался там понимать, как же надо делать, чтобы распеться, чтобы петь как Шляпин, говорить как Шляпин, чтобы ты мог на любых переговорах обладать таким преимуществом. Ну, а тем более в любом общении. Я обратил внимание на то, что те люди, которые у него берут интервью, они как бы правильно всё понимают, а на самом деле только кусочками. Почему? Потому что наше восприятие так устроено. Ну, вот смотрите. Ну, почему бы ему просто не сказать так, как сразу было бы большинству людей, понятно. А для этого же додуматься надо. А я как додумался? Я изучаю специально. Не только на этом примере, а изучаю всех мастеров и по танцам, и по спорту, и по ораторскому искусству. Я просто смотрю в интернете открытые источники и смотрю, где там ошибки, где там лучше всё происходит. И таким образом тоже развиваюсь. Ну, как и всякий человек. Но здесь я заметил очень важное обстоятельство. Ну, не только о том речь идёт, что голос большой имеет преимущество среди прочих равных достижений человека, потому что женщины, например, реагируют на определённый тембр голоса, который ниже, конечно, чем женский. Это очевидно. Он как бы более убедителен для них. Мужчины реагируют на женский наоборот. Ну, короче говоря, какие-то отличия есть. Но я заметил другое ещё. Я заметил то, что когда он говорил, так прекрасно рассказывает, вот был бы сейчас момент, я бы просто с ним поговорил, мы сделали совместный ролик, и он был бы рад, и я был бы рад, и мы бы любому счастливы, что нашли слова. Как это проще выразить. Послушайте, а вот как. Я ещё раньше сформулировал, что такое творческий подход. Творческий подход – это поиск наиболее простого решения сложной задачи через призму общечеловеческих ценностей. Ну, там любовь, сопереживание, созидание, там чувство бесценности живого, там счастье быть собой. Счастье быть собой, обратите внимание. А высшее счастье, когда все вместе и в то же время каждый из людей остаётся самим собой. Они насилуют друг друга, не угнетают, не эксплуатируют, не манипулируют. Я почему это говорю? Вот эти общие принципы, они лежат во всех механизмах, во всех методах, во всех подачах каких-то материалов от математики до физкультуры. Так я вам хочу сказать, что чем более проникновение педагог, автор, тренер, мастер подаёт материал понятым собой, тем, как проникновение, ну, тем более лучше у него подбор слов, которые слышат все. А я вот слушал то, что он преподаёт, был очень, конечно, в восторге большом. А вы смотрите, смотрите за моим голосом. Был очень в восторге большом. Я понял, что главное-то. Если у тебя нет голоса, вообще распивайся без голоса. Если у тебя голоса нет вообще, как говорится, потерял голос, простудил там, тебе трудно говорить, так не говори. Надо, надо, надо сделаться таким оратором, чтобы ты говорил или пел вообще без всяких усилий. Ну, чтобы усилий ты не делал, лучше самое главное. Он же там об этом тоже говорит, но другими немножко словами. Я как сейчас говорю, смотрите. Я просто скажу, попой немножко, что в голову приходит, распивай, что в голову приходит, без голоса. Вот что я догадался. Без голоса пытайся петь. Тогда тебе не надо делать минимальные усилия, чтобы петь. Тогда тебе не надо убирать насилие над собой. Ты просто пой без голоса. Позволь себе без голоса, без голоса попеть, что в голову тебе приходит, что в голову тебе придёт, в твою, как говорится, голову. Вот я сейчас распиваюсь, не делая никаких усилий, не пытаясь голос поднять, сделать его звучнее. А если мы постараемся теперь ещё внимательнее петь вообще без голоса? Это же такой вообще великий такой момент. Запомните, если вы попробуете распиваться, чтобы голос ваш никто не слышал, вот как я слова нахожу, видите, чтобы голос вас никого не раздражал, просто пойте себе, пойте себе, что в голову придёт. Пойте несколько минут, что в голову придёт, тихо, тихо, вообще без усилий. А что значит без усилий? А вообще без звука? Пойте беззвучно, пойте беззвучно, пойте беззвучно. Это вход, голос, потому что когда вы делаете действие без усилий, Делайте действие без усилий, делайте действие без усилий, То у вас снимается зажатость, И потом начинает происходить то, что вы и хотели. В данном случае голос. Да, вот так вот петь могу я, могу я. Сейчас, 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 я же ещё не умею петь, подождите. Могу я, могу я, петь могу я, как он могу я. Да, 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 ещё не очень, не очень, не очень, давайте ещё. Беззвучно, пожалуйста, беззвучно, пожалуйста. Пойте, чтобы вас никто не слышал, чтобы вы не делали никаких усилий над собой. Пойте, чтобы в голову приходит свободный поток сознания, Свободное пение, распевание. И тогда вы сможете. Ещё, ещё немножко. Короче говоря, если вы 2-3 дня подряд, Или через день будете хотя бы 5-10-15 секунд, 15-10 секунд в день Тратить на то, чтобы петь без звука Всё, что в голову приходит. У вас голос постепенно становится таким, каким вы... Пошутить можно? Таким, каким вы хотите. Я шутник, правда? Давайте, друзья, будем думать вместе, Будем петь, потому что, в принципе, я художник, Могу стать певцом. Потому что принципы природные одни и те же. Если вам что-то не удаётся делать, Например, ключевые приёмы, Не получается какой-то приём. Подбирайте тот, который вы делаете без усилия. А вот сам подбор путём перебора тех действий, Которые максимально можете делать комфортно для себя, Это те, которые ты делаешь без усилия. И сам подбор этих приёмов развивает творческое мышление. А стало быть, творческий подход. И поэтому в любых других делах Ты становишься успешней, Убедительней и протягательней, Если ты этого хочешь. До встречи. Это шутка. Субтитры делал DimaTorzok